Здравствуйте! Это наш Новосибирск Диалог и я Вячеслав Горчаков. Отопительный сезон в этом году завершается непривычно поздно – 21 мая. А сразу после начинается подготовка уже к следующему. Как именно будут проверять теплосети на прочность и главное, чего стоит ждать новосибирцам от нового поставщика тепла? Об этом узнаем у заместителя начальника Департамента энергетики ЖКХ города, председателя Комитета по энергетике мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Если мне память не изменяет, обычно у нас дату отключения батареи называли где-то в районе Дня Победы. Неужели сейчас вот мы видим абсолютный рекорд – аж 21 мая отключают батареи? Рекорд был у нас в 1975 году, когда системы отопления у нас были отключены 29 мая. Еще холоднее тогда? Было холоднее, да. Поэтому на сегодняшний день мы руководствуемся именно климатической нормой, именно температурой плюс 8 градусов. И, в принципе, говорим о том, что мы должны соблюсти именно комфортные условия для наших новосибирцев, именно в части проживания и внутренней температуры в жилых помещениях. Это самое главное. Ну и, соответственно, мы же и также берем в учет еще и температуру в наших основных социальных учреждениях. Это в школах, в детских садиках, в больницах. То есть корректировки уже не будет, как была ранее информация. Если вдруг похолодает, то, может, перенесем. То есть мы говорили о чем вчера на брифинге, о том, что если мы увидим сегодня при корректировке какое-то изменение прогноза погоды в части пятидневки следующей, то мы можем внести определенные изменения. Мы были к этому готовы, и мы, энергосистема, продлить отопительный сезон. Но на сегодня мы видим, что начиная с понедельника у нас начинается среднесуточная температура выше 8,5 градусов. Даже не 8, а уже 8,5 градусов. То есть понемножку приходит лето, и поэтому зачем нам топить улицу? Поскольку сейчас, если посмотреть за окно, холодно, едва выше нуля. У вас уточненный прогноз, да? Какая температура ожидается в течение недели? Ну, в течение недели температура у нас ожидается, если действительно завтра у нас ожидается максимальная температура днем 7 градусов, в воскресенье это уже будет 13, то 21 числа мы видим 20 градусов тепла. То есть у нас с некоторыми колебаниями температуры в течение недели все равно среднесуточную температуру 8,5 градусов минимальную по этому графику мы выдерживаем. Дмитрий Геннадьевич, я думаю, можно уже подвести некоторые итоги. Каким был этот отопительный сезон для Новосибирска? Насколько спокойно он прошел? Могу сказать, что отопительный сезон этого года у нас прошел спокойнее, чем в прошлом году. У нас было меньше отключений по всем ресурсам. То есть это как теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Все понимают, что отключают батареи, значит скоро уже начинаются гидравлические испытания. А как они в этом году будут проходить? Ну, в этом году у нас будут не только гидравлические испытания тепловых сетей. В этом году будут проводиться, опять же, регламентные, нормативные испытания на максимальную расчетную температуру теплоносителя. Это многих испугало? Ну, я говорю, что здесь не нужно бояться. Это особый вид испытаний регламентный, который прописывается в нормативной литературе. Они обязательны к проведению не реже одного раза в пять лет. Они проводятся для того, чтобы определить возможность работы тепловой сети в максимально холодное время. То есть при расчетной наружной температуре воздуха, когда теплоноситель будет достигать критических максимальных параметров. То есть на сегодняшний день у нас планируется температурное испытание в городе Новосибирске с температурой теплоносителя 130 градусов. Опять же, этого бояться сильно не нужно, потому что расчетная температура для города Новосибирска, теплоносителя, на которой проектировалась вся система теплоснабжения города, это 150 градусов. То есть мы сейчас работаем на более сниженных параметрах, но для того, чтобы дать городу возможность развиваться, подключать новые объекты, более качественно проводить теплоснабжение потребителей при максимально низких температурах наружного воздуха, о чем дала нам знать именно наша прошедшая зима. Именно энергокомпании было принято решение действительно потихоньку температуру в тепловой сети повышать. То есть это действительно правильное технически обоснованное решение. Между тем, в некоторых изданиях вышли заголовки, что под ногами новосибирцев будут бить гейзеры этим летом. То есть опасения все-таки есть какое-то определенное. Вы знаете, данные испытания на максимальную температуру, они слишком специфичны, чтобы говорить о том, чтобы будут какие-то гейзеры. То есть повышение давления при этих испытаниях не предвидится. То есть здесь предвидится только увеличение температуры самой теплоносителя. Все происходит при сниженной циркуляции. То есть где-то давление в сети даже понижается. Ну и таким образом сможете обнаружить дефекты, которые можно будет устранить. И вот отсюда вопрос, а есть ли уже какие-то конкретные планы по ремонту оборудования теплосетей в городе? Насколько масштабно будет этот ремонт нынешним летом? Безусловно, уже известно, какой объем будет у нас в этом году. У нас вышло постановление мэра о плане мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Объем этих мероприятий у нас не меньше, чем в прошлом году. То есть у нас будут основные эксплуатирующие организации, собственники имущества ремонтировать свои сети. То есть также у нас будут ремонтировать свои сети из ГК. Объем у них в этом году не меньше объема прошлого года. Будет муниципальное имущество ремонтировать и выполнять специальные проекты муниципальные унитарные предприятия «Энергия», которые, кстати, заканчивают уже через 6 лет восстановление всех линий циркуляции и горячего водоснабжения по городу Новосибирску. То есть они начали работать, причем повышающими темпами. То есть за счет экономии, за счет упрощения технологий. Это им действительно позволяет порядка 10-15% повышающим итогом на конец года увеличивать эти объемы планируемые. Дмитрий Геннадьевич, Вы уже упомянули СГК, Сибирская генерирующая компания. Многие по привычке говорят «Сибэка», хотя уже собственник сменился. И многие опять же смутились. Новый собственник, новые правила, новые метла по-новому метет. К тому же руководителем недавно был назначен бывший начальник, теперь уже бывший, департамент энергетики ЖКХ Андрей Калмаков. А чего ждать новосибирцам от этого? Просто новое название в квитанции или что-то большее? Ну, во-первых, я хочу новосибирцев немножко успокоить, что все-таки не собственник, в первую очередь, организация, которая владеет теплоэнергетическим комплексом, она диктует условия по качеству теплоснабжения, водоснабжения горячего потребителей. Это диктует закон. Существуют определенные правила, которые никакому собственнику нельзя нарушать. Ну а по тем регионам, по которым на сегодняшний день работает СГК, мы также связываемся с нашими коллегами, в принципе мы понимаем, что большого отторжения нет. Это крупная федеральная компания, которая пришла на этот рынок, она пришла серьезно и надолго. И действительно, те инвестиции в структуры систем теплоснабжения наших сибирских городов, где присутствует СГК, нам из-под валь показывают, что это очень серьезная компания, которая действительно работает на будущее. Спасибо вам за интервью и успешного завершения отопительного сезона. Спасибо вам. А я напомню о том, как будут завершать этот отопительный сезон и готовиться к следующему. Мы говорили с заместителем начальника департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрием Перязевым. Это был наш новосибирский диалог. Тепла вам дома и на улице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова